По всей стране идет подготовка к празднованию юбилейной даты Дня Победы, всевозможные акции, фестивали, концерты и, конечно, реконструкция и строительство мемориалов воинов, которые не вернулись с Великой Отечественной войны. В январе в нашем эфире мы показали репортаж о памятнике, который находится на территории бывшего Аржинского суконного комбината. Этот памятник местные власти решили сохранить и перенести в парк Текстильщик. И, как было запланировано, в феврале начались работы. По его реконструкции. О том, что этот памятник для горожан имеет историческую ценность, не сомневается никто. Ведь на комбинате работала большая часть жителей, которые ежедневно проходили именно по этой аллее. Но ценность его не только в истории. Памятник хранит в себе послание, которое в 1985 году тогда еще молодые спортсмены заложили в капсулу для будущего поколения. По завершении лыжного пробега, рассказывая Москва, праздновали три юбилейные даты – 40 лет Великой Победы, 50 лет спортивного общества «Спартак» и 50-й лыжный переход. В этом году вновь ожидается юбилейная дата – 70-летие Победы. И в канун празднования памятник обретет вторую жизнь. Этот памятник мы демонтировали. Все вы уже знаете, что данная территория, где находился ранее памятник, она уже в частных руках. Мы с частным инвестором договорились, что он ее передает в собственность муниципалитета. Мы этот памятник демонтировали. Сейчас он у нас находится на территории благоустройства, общества, сохраняя соответствия благоустройства. Сейчас вот только прям немножечко будет потеплее. Мы и начнем делать ревизию этого памятника и реконструкцию. При демонтаже памятника извлекли замурованную капсулу, но пока ее не вскрывали. На металлическом сосуде выгравировали надпись с датой и городом, откуда ее привезли. Перед тем, как вновь заложить капсулу в основании памятника на новом месте, ее вскроют, чтобы прочесть послание, которое оставила нам молодежь 20 века. Сейчас мы действительно прикасаемся к истории. То есть это прошлый век, это была другая страна, когда закладывался этот памятник. Что там по всей видимости, там земля. Вот здесь вот написано «Москва, 1985 год». Я так думаю, что когда произойдет реконструкция памятника, и при установке памятников на территории парка «Текстильщика», мы, наверное, эту капсулу вскроем, посмотрим, что там, что там потом запаяем и оставим нашим будущим потомкам. Это очень интересно и этого дорогого стоит. Заброшенный Аржинский парк в скором времени преобразится. Деревья и кустарники начали вырубать еще в прошлом году, а в этом продолжат работы по его восстановлению. Проект будущего парка уже готов, а новый отреставрированный памятник займет свое место на главном входе. Демонтаж и установку памятника бывшим работникам Аржинского суконного комбината, павшим в боях Великой Отечественной войны, планируют завершить к 9 мая. Екатерина Студенова, Алексей Горелкин. Новости ТВ Рассказыва. Субтитры создавал DimaTorzok